Здарова, народ! Давно не виделись, столько всего произошло. У нас была сходка в Москве, синяки под моими глазами не стали меньше, я тут немножко прибрался. В общем, как говорят в плохих видосах на ютюбе, впрочем, обо всём по порядку. Вообще, этот видос будет довольно странный, я даже не знаю, как его назвать. После той ситуации, которая произошла у меня на основном канале, и закрылось большинство рубрик, концепция Russian Geek не сработала, и пришлось придумать что-то новое, я придумал выход с Патреоном, и вроде как получилось. Я не то чтобы очень сильно расстраивался, что так произошло, это как бы всё закономерно, и если так получается, значит, наверное, так оно и должно быть, значит, зрителям нужно что-то другое. Но, тем не менее, я взял какой-то перерыв и долгое время не занимался сам для себя даже теми вещами, которые годами были в моей жизни. Это Лего, комиксы, вот это вот всё. Я просто взял тайм-аут для того, чтобы это снова превратилось из работы только в моё увлечение, чтобы какой-то другой привычный ранний ритм найти для всего этого. И вот только вот совсем недавно сорвался купить первые наборы, после этого длинного... запнулся после этого длинного перерыва. Это два набора по Тору Рагнарёк. Я оба их купил, посмотрел фильм. Он мне понравился, правда, в интернете пишут, что что-то он слишком крутой. Для многих он прям чуть ли не лучший фильм Марвел за всё время. Но, на мой взгляд, ну, почти все фильмы в киновселенной Марвел, они хорошие, многие отличные. И вот этот фильм тоже хороший, очень классный, совершенно не пожалел, что его посмотрел. Но он не заслуживает таких супервысоких оценок. Да, он стильный, классный, интересный и необычный, но не более того. Давно не читал, и вот только-только к ним вернулся. Это комикс про крутизну. Мне его на Игромире подарил автор, написал «Поли, ты крутой». Я, правда, не уверен, что он автор. Он просто сказал «Вот наш комикс, зацени». Я удивился, что этот комикс без единого слова. То есть, по сути, комикс в картинках. Ну, такая довольно интересная штука, много разных историй. И Усаги Йодзимбо. Я очень рад, что на русском языке, по-моему, да, издательство Рамона издали. Я знаком с Усаги, естественно, по «Черепашкам ниндзя». Мне было интересно, что это за комикс. Тем более, что я люблю вот такие черно-белые комиксы. Ну, вот, правда, люблю, что черепах, что еще вот что-то. И они не всегда заходят. Тем более, такие вот старенькие вещи. Потому что юмор изменился и все такое. Но мне зашло. Шуточки в нем смешные. Такая определенная атмосферка имеется. И мне здесь в подарок положили вот такую открытку. Я такие обычно использую как закладки. И если вы тоже любите, когда какие-то повседневные вещи напоминают вам о ваших увлечениях, то можете, как и я, заказать карту промсвязь банка с индивидуальным дизайном. Почему именно у них, спросите вы? Да потому что у них, как минимум, дешевле, чем у других банков. Выбирайте изображение, загружайте на сайт. Банк, правда, будет проверять его на авторские права. Но с большой вероятностью все получится. И оно пройдет проверку. У меня уже все готово. Скоро мою картинку одобрят. И вы можете сделать то же самое по ссылке в описании. А сейчас я вам покажу кое-что необычное. Ну, по крайней мере, в моей жизни это что-то новое. Но в интернете вы уже такое видели. Да я и сам часто в интернете натыкался, знаете, на такие изображения коллекции консолей, где все так красиво стоит, все подсвечено, все по поколениям разложено. И думал, когда-нибудь у меня будет такая же полка. Но сначала у меня была маленькая квартира, потом я переезжал, у меня была куча забот. И вот, наконец-то, я их разложил. Мне кажется, это классно. Только пыль вытирать. Я вообще прибрался на полочках, и все стало более симпатично. Но вот низ у меня сейчас выглядит так. Вот такая вот появилась новая секция с суперкрутыми ништяками. Даже эту Паккун Магуру туда положил с молоточком. Virtual Boy, все дела. Так, какая у меня тут какая-то логика была вроде. А, вот это у меня, вот здесь у меня идут Нинтенды. Тут не все консоли, и вы поймете скоро почему. Здесь у меня Twin Famicom, SNES, европейская, Nintendo 64, GameCube. Здесь у меня стояло Wii U, но я сейчас с нее стримил и еще обратно не поставил. Но здесь будет стоять Wii U. Здесь у меня всякая дичь, у которой, можно сказать, не было никаких там следующих, предыдущих приставок. Поэтому я их поставил вместе. Turbo Graphics и 3DO. Так, тут у меня единственный мой Xbox, который у меня есть. PlayStation 1. Ну, такая странненькая полка. Здесь пошли PlayStation 1, 2, 3. Третья. Тут у меня Sega Polka, это мастер системы, это Dreamcast. Здесь у меня всякое барахло, аксессуары и так далее. Тоже так разложил, чтобы все не было перемешано, перепутано и так далее. Вы скажете, хей, Коля, где, где все остальное, где, где все, во что ты играешь так часто. Я все это поместил здесь, напротив, в свой диванчик, чтобы сразу можно было подключать к телеку и играть. И недавно здесь было чуть красивее. И надо было тогда видос снимать. Но случилось непредвиденное. Давайте по порядку. Это, собственно, NES. Это с NES американкой. Я просто в нее чаще играю, поэтому я здесь ее поставил. Это у меня Super Combine Sega Mega Ad. Вот этот вот. Недавно Паша мне добавил вот эту приблуду. Паша Киноман мне подарил, за что ему огромное спасибо. У меня были проблемы с контроллерами для Mega Drive. Два беспроводных теперь у меня есть на батареечках. И плюс к этому аду добавилась еще вот эта нелепая фиговина. И я этому очень рад. Здесь у меня стоит Switch. И здесь у меня должна была стоять PlayStation 4. Но, представляете, вот здесь она у меня стоит, потому что у нее начал подыхать Bluetooth датчик. И с большой вероятностью то он работает, то нет, но с большей не работает. Я ненавижу эту фигню. У меня какой-то год подыхания консолей. Многие начинают отказывать, что-то ломается. Fuck you, консоли. Вы что творите? В общем, пока она у меня стоит там, потому что надо кабель тянуть, чтобы на стримах играть, в контроллер втыкать и так далее. И вот тут, вот здесь, помимо того, что у меня куча барахла SNES, SNES Mini. Блин, сори за барахло, мужики. Тут у меня как раз-таки вот это Wii U. Критерую надо просто взять и переставить туда, ну да ладно. И тут у меня должен был стоять телек трубковый. Ну, вы поняли, ELT. Для того, чтобы играть в старые консоли. И его нет. История была следующая. Мне нужно было купить вот эту белую полку, чтобы она идеально вместилась. Чтобы вот этот диван при раскладывании, если приезжают гости и остаются здесь поспать. Чтобы он выдвигался, хотя бы в упор к ней, но выдвигался. И чтобы эта полка не мешала мне, когда я сижу за компом, ногам моим. В общем, я померил телек рулеточкой. И поехал в икеюшку. Купил полочку. Все, должно было сходиться. Вставляю телек. Он мало того, что не вставляется. У него еще центр тяжести спереди, где экраны. И он прям выпадает. И я такой, фак. Фак. В общем, я отвез тот телек на дачу. И теперь ищу новый ELT телек. Поменьше размером, который влезет в эти габариты. Может быть, поменьше диагонали. Пускай, пускай. Но мне надо его туда втиснуть. Я не знаю, на самом деле, где сейчас найти телек такой. Потому что раньше я с такими вещами гонял на барахолку, на радиорынок Митинский. Там стояли детки. Я там же покупал себе, например, для аркадного автомата. Монитор, если вы помните. Это все прикрыли годик назад. Или полтора, или два даже. И все. Я теперь не знаю, что делать. Я не хочу связываться с авито. Встречаться с продавцами. Я все это очень не люблю. В общем, поныл. И ладно. Сейчас, короче, блог продолжится. Но это будет очень странно. Я прошу меня заранее извинить. Я уже сам не помню, что сейчас будет. Но там будет стрекоза. Стрекоза и прочая дичь. Потому что я в начале осени еще где-то снимал блог для вас. У меня остались все эти файлы. И у меня почему-то не было времени, желания. Ничего не было возможности. Я так и не смонтировал то, что снял тогда. Да, я там тоже рассказывал много интересных вещей. Ну что, просили блогов? Ничего не происходило. Нечего снимать было. Стрекоза. Я хрен знает, как сделать, чтобы вы увидели. Но сейчас оно, наверное, полетит. На балкон ко мне залетела стрекоза. Тут есть старая сковородка. Фокус попробуй на видео. Черт. Да еб... Да! Блин. Короче, это мразь. Я люблю стрекоз. Возможно, вы уже видели это в моем инстаграме. Вот оно. Оно размером... Я не знаю, смой кулак. Смой, мать его, кулак. Как же ее... Спасти. Надо... Черт, она... Она не боится сковороды. А я ее... Немного. Твою мать, полетела! Давай! Ту-у-у! Черт, устрекоза. Мне кажется, она тоже сытца очень сильно сейчас меня, но... Ну давай, ползай, лети. На тебя люди смотрят. Твою мать! Я не хочу, чтобы она села, блин, на сковородку, которую я держу. Как только я пошел еще за чем-нибудь, сразу началось. Я не хочу, чтобы она села на меня. Вот мой палец. Да еб... Вот мой палец. Вот стрекоза. Вот мой кулак. Это чудовище. Очень стрёмная. Елки-палки. У меня не какая-то суперкамера, которая может снимать в макро. Охренеть. Короче, сейчас будем спасать. Она уже устала, видимо. Ну подвигайся, подвигайся для блога, и я тебя выпру отсюда. Полетишь на волю. Ну смотрите, лазает рядом какая-то мушка мелкая, но она вообще динозавр по сравнению с ней. Блин, интересно, сколько ей лет? Наверное, 800. Я шучу, конечно, но... Как она дожила до такого размера? Может, это какие-то, я не знаю, мутагены? Жесть. Когда я трогаю её крылья, даже звук есть такой, как будто я, знаете, какой-то брезент трогаю. Ших! Ших! Жесть. Я бы взял её прям за крылья и выкинул, но она же начнёт, блин, сопротивляться. Визжать. А это я не наболевал на стену, это я пытался впервые в жизни герметиком замазать балкон. Первый опыт с герметиком получился дерьмовый. Ненавижу расфокус. Ну, в общем, вы помните, как он у меня тёк. Теперь не так мощно течёт. Затуплен. Тираннозавры залетают в хату. Блин, а как же тебе не... не раздавить. Она вообще никак не может вылететь, при том, что тут долететь немножко всего. Так, у меня есть штуки, которые я использовал для лего-рамки. Нифига себе, она крепко как держится. Я спас с приказа убийц. Город может спать... Не, наоборот, я могу спать спокойно. Город больше не может спать спокойно. Несколько моих новых пластинок. Группа Freestyle 4 серия с Вадимом Казаченко. Не знаю, прикольный синтепопчик такой. Люблю, люблю вот это вот из 90-х. Не то, чтобы это мои музыкальные вкусы, но поугарать по советской музыке... Так, это не новое. Ну вот, куда ж без этого. Куда ж без этого. Спасибо, кстати, Миша из игрового батискафа. Это он нашел эти пластинки. Купил мне, привез. Очень круто. Комбинация. Московская прописка. Очень хреновый альбом, на самом деле. Куча таких мусорных треков, которые дико бесят. Но, блин, бухгалтер Американ Бой здесь есть. Но и... Тоже дичь. Послушал этот альбом. Какие же у Буйнова все-таки спинно-мозговые песни. Ё-моё. Ну, собственно, ради одной цели покупался Капитан Каталкин. Кто смотрит стримы, тот знает. Кто не знает, подписывайтесь. Ладно, теперь что-то действительно серьезное. Это Contra саундтреки к первой Contra. NES-овская версия с одной стороны, с другой аркадная. Те же самые Mundo, что и Кослованию издают. Многие спрашивают, где купить его. Отгуглите Mundo. Не мог, не мог, не мог, не мог пройти мимо. 8 бит на винильчике звучит. Звучит классно. Эуч. Вот примерно такая у меня сейчас коррекция пластинок. Не так много, но уже и есть из чего выбирать. Приходят игрухи для будущих Extra Life. Вот такие штуки с ebay сегодня привезли почему-то даже курьером. Это было очень приятно. Ну-ка, 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 что это за надпись такая? Что это за такая за надпись? 32х. Что бы это могло значить? Ой, где? А, вот. Вот. Да все видно уже. Никакой интриги. Зато купюрочка будет. Стоит игрухи очень дорого. Покупаю не столько для коллекции. Конечно, очень круто иметь такой в коллекции. Очень круто в это поиграть, но не стал бы тратиться на такие вот, считай, мимтовые издания. Офигенные в коробочке. Большой. Толстый Рейден. Как стрекоза! Я уже забыл, что я говорил только что. Ну, в общем, это для выпуска. Чтобы показать, какими были издания, так бы я, наверное, в таком вот виде все это не покупал. Может быть, это был бы голый картридж, но... Какая-то бумажка. Так, отложим. И вот эта коробка. Люблю газеты из разных стран мира. Так, что у нас тут? Это у нас Америка. King for a queen. Held over final days. Don't miss out. Что-то спаривает. Телека. Warhouse. Ну, это, видимо, не совсем газеты. Скорее, какие-то буклеты из местных M-Video. Помидоры. Я люблю японские газеты. Там ничего не понятно, зато много классных картинок, рисунков. Вау! Еще одно издание. Практически идеальное. Вот с трещинкой. С трещинкой. Тем не менее, стоил кучу денег. Тут уже Sega 32X и Sega CD требуются для этой игры. Но, впрочем, на все это поподробнее мы посмотрим в соответствующем выпуске. Не терпится поиграть. Так, и еще кучу газет. Насколько я помню, да. Насколько я помню, ничего больше здесь нет. Очень круто, что продавец не только кучу газет засунул, чтобы это все идеально дошло, но и... Ну, и отправил какой-то такой почты, что мне в России курьером аж привезли. Нечасто такое бывает. Иногда платишь, как бы, ну, цена как везде за доставку, а тебе иногда в почту кидают, там, раздолбанная, да. Ну, особенно вот такой вот диск пластиковый, вот эти бигбоксы, или как они называются, ну, большие. Большие увеличенные джавелы, не знаю. Не помню, не помню. Их очень просто разбить на почте. А здесь все классно. Вот, кстати, если вы не в курсе, у меня есть патреон. Вот, там с помощью вас я делаю очень сложные выпуски, на которые у меня уходят целые недели. Если будете меня там поддерживать, все будет классно. Спасибо тем, кто поддерживает на патреоне. Ссылка где-то сейчас тут засветилась, засветилась на экране. Вот, переходите, смотрите. Может быть, вообще захотите просто от меня каких-то бонусов. Типа в чате, в телеграме пообщаемся, у нас там весело и все упоротые. Заходите. Че, какие еще новости? Мое рабочее место, как всегда, немного захламлено. И я поставил вот этого красавца. Может быть, помните, это тот самый телек, как бы, с предыдущей квартиры. Он у меня год стоял, год стоял около стенки, просто ждал, когда я его поставлю сюда. Почему я не мог его поставить? Потому что вот эта подставка у меня сохранилась. А вот эта вот штука, вот эта, которая крепится к подставке и к телеку, я ее продолбал. То есть у меня телек на стене висел, а вот эта штука, ну, подставка валялась в кладовке, а эта штука тоже должна была быть в кладовке, но ее не было. И черт возьми, мне пришлось жить год без большого телека. Я играл вовсю на этом вот мониторе. И вот, было так себе. Теперь клево. Единственное, что расстояние от диванчика до телека раньше было побольше. Ну, как примерно ширина этой комнаты такая же, примерно. А теперь это расстояние гораздо меньше. Этот телек, но он тупо слишком большой. Типа я такой, чего, он не был такой огромный? Хотя на камере смотрится приемлемо. Но на самом деле он слишком здоровый. Еще одна интересная вещь с Алиэкспресс я заказал. Короче, вот такой HDMI сплиттер. Есть пультик. Пультик, 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 пультик. Вот он, вот он. Есть пультик. Я могу подключить сюда две консоли. И видео идет сразу и на телек, и плату захвата на комп. То есть я могу больше не подключать миллион проводов. И все это удобно. Сейчас переключить ничего не смогу, потому что ты не подключил вторую консоль пока. Хотя про миллион проводов я наврал. Миллион проводов у меня здесь. Но раньше все валялось на полу, их реально миллион. Здесь одних HDMI штук шесть. Пока пять будет шесть. Я приделал короб, приделал короб вот сюда, приделал короб вот сюда, закрепил пилот там. И теперь на полу практически нет проводов. Ну, это временно. Это я уберу. Ну, вот примерно вот так все выглядит. И это здорово, потому что в этих проводах, во-первых, копится пыль. Во-вторых, они дико перепутываются. И все это превращается в какую-то одуху. Единственная проблема, что теперь, когда мне надо достать какой-то провод, мне надо разрезать. Я там еще этими жгутиками все стянул. Разрезать жгутики и вытаскивать. Тяжело там, в общем, сложно все. Но, тем не менее, все в порядке. Что-то много новостей. Вот я прям хожу, хожу по комнате и куча новостей. Рамка. Я рад, что вам понравилась эта идея. Мне понравилось, как у меня получилось. И я хочу сделать еще одно. Но во всех икеях в Москве и в России, я смотрел, закончились эти чертовы рамки. Мне писали, что они вроде как появились, но на сайте все еще их нет. Мне лень ехать в Икею и вернуться ни с чем. Это будет тупо. Ну и, конечно же, нельзя не сказать что-то о муравьях. Все хотят знать, что с муравьями. Они нагадили две большие кучи. Здесь и здесь. Скоро я их буду убирать. Их уже больше 70. Я недавно считал. Сейчас они в процессе переселения из этой пробирки в эту. Та пересохла. Новая пробирка. Часть уже перешли. Матка все еще тусует нам. Не знаю, чего она ждет, но она... Нет, так фокус не будет. Ну, в общем, вон она. По центру. И пора делать гипсовый формик. Но у меня нет времени. Все время у меня занимают всякие наши планы. А еще такая история, короче. Для нового экстралайфа мне понравилось. Понадобилась помощь друзей. Такое бывает вот изредка. Может кто-то догадается зачем. Помощь друзей, чтобы записать геймплей. Было довольно много игр. И мы играли в 8 часов. То есть я попросил друзей. В их выходной. Они работают на заводе. И прийти и поиграть со мной. В игры. Которые мне нужны. И мы играли в 8 часов. Мне так неудобно, если честно, перед ними. Я заставил... Если вы смотрите это, спасибо вам огромное. Оказывается, так просто снимать блоги, когда давно их не снимал. Сразу включил камеру. И столько всего хочется сказать. Я думал, что не о чем снимать. Будьте здоровы. Не курите. Вот. Спасибо, что посмотрели это видео очень долго. Я не снимал блоги. Даже зарядился какой-то энергетикой, чтобы их снимать. Если будет время, постараюсь. Мне еще очень много всего предстоит сделать. Сейчас нужно успеть сделать ролики. Я же делал на патреоне. И мне надо до конца месяца как минимум один ролик экстра лайф выдать. А он очень сложный. Плюс был турнир. Все ждут отчет. И вот это вот я еще с начала осени не выложил. Короче, начинаю нагонять. Спасибо, что смотрите мои блоги. Ну, точнее, нет. Это тупо. Давайте так. Если нравится смотреть блоги, классно смотрите. Если не нравится, не смотрите. Вот. И я рад, если кому-то нравится. Все. Всем пока. Там ставьте лукасы. Может, кто-то еще подпишется на этот канал и так далее. Пока. Тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири. О, да.